Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, позади третий этап реабилитации желудочно-кишечного тракта, в котором мы готовили кишечник к восстановлению микрофлоры. Теперь урок 4. Итак, приступаем к собственной реабилитации кишечной микрофлоры. В качестве базовых продуктов мы используем 4 основных продукта. Это жидкий хлорофил, бифидофилус флорофорс, репейник и локло. Теперь несколько слов о каждом из этих продуктов. Как всегда, фоновым продуктом является жидкий хлорофил. Он обеспечит нам более полноценную работу как нашей собственной кишечной микрофлоры, так и большую, лучшую приживаемость флоры, которую мы будем давать в составе продукта бифидофилус флорофорс. Это продукт четвёртого поколения. Он облечён в кишечно-растворимую капсулу, которая в своём составе содержит целлюлозу. Как вы знаете, у нас нет в кишечнике фермента целлюлаза, и целлюлаза есть только у кишечной флоры. Соответственно, эта капсула вскроется только там, где могут проживать бактерии. В состав этого продукта входит смесь бифидобактерий общей численностью 35 на 10 восьмой степени. Внутри капсулы также содержатся вещества, которые называются пробиотики, фрукты олигосахариды. Эти вещества позволяют флоре, которая содержится в капсуле, очень быстро начать размножаться, соответственно, занимать пространство, собственно, ради чего этот продукт и создавался. Принимается этот продукт по две капсулы в сутки. Время приёма особого значения не имеет, важно просто, чтобы эта доза поступала в течение суток. В качестве базового продукта, опять же, мы используем такой продукт, как Локла. Это продукт пищевых волокон, сложный, опять же, по своему составу. Его основное отличие от продуктов подобного рода состоит в том, что он содержит преимущественно волокно-растворимой группы, что крайне важно и очень ценно. Этот продукт не только обеспечивает полноценную детоксикацию организма и регулярность стула, но и ещё, что важно, обеспечивает эффективное размножение бактерий, которые мы даём в составе продукта бифидофилус флорофорс. Ещё одним важным продуктом, входящим в базу, является репейник или бердок. Задач у него много, но главная из них – это обеспечение полноценного желча оттока и фермента оттока из поджелудочной железы. Такой секрет, как желчь и ферменты поджелудочной железы, будут обеспечивать полноценное переваривание уже непосредственно в тонком кишечнике и обеспечить более полноценную приживаемость, собственно, такого продукта бифидофилус флорофорс. Как вы видите, по алгоритму этот этап самый длительный во всей программе, так как восстановление кишечной микрофлоры – это всегда очень скрупулёзный и длительный процесс. Скажем, изменить состав кишечной микрофлоры, повредить её можно буквально за один-два дня, допустим, используя нерациональную антибактериальную терапию, отравившись чем-нибудь и так далее. А вот восстановить флору, для того чтобы её восстановить, требуется достаточно длительный период времени. Здоровья вам и увидимся на пятом уроке!